Всем привет! Представьте себе вот такую картину. Вы достаете пару яиц из холодильника, дабы приготовить себе омлет. Разбиваете первое, а из него выпадает несформировавшийся зародыш птенца. Какова ваша реакция? У большинства людей может случиться рефлекторное извержение содержимого желудка. Через рот и даже через нос. Но ведь не зря мы так часто слышим, что о вкусах не спорят. А вы попробуйте кошку накормить апельсином? Или сами отведаете мышкой с хвостиком и ушками? То, от чего кого-то вырвет для другого марципан и манна небесная в одной тарелке? В этом видео я вам расскажу о самых странных деликатесах мира. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного аппетита! Амбре Хакарла напоминает запах, царящий в неухоженных общественных туалетах. А выглядит Хакарла словно сыр, нарезанный кубиками. Но даже не поэтому нормальному человеку не захочется его кушать. Он страшен своим происхождением. Хакарла это не что иное, как прогнившая до последней мышечной клеточки мясо безобидной гренландской гигантской акулы. В Исландии этот деликатес входит в обязательную программу гуляния на Рождество и Новый год. Поедать милую акулятину значит быть стойким и сильным, как настоящий викинг. Ведь у трубикинга железные не только доспехи, но и желудок. Смысл этой безобразной еды в том, что гигантская акула довольно увесистый продукт питания. Ну а в свежем виде мясо ее ядовито. Содержит много мочевой кислоты и триметиламина, которые и исчезают при гниении продукта. Готовый Хакарл фасуется для магазинов, как наши кальмары к пиву. Неискушенным едокам советуют при первой дегустации затыкать нос, потому что запах гораздо сильнее вкуса. Он похож на очень острую белорыбицу или скумбрию по-европейски. Ну а Хакарл бывает двух сортов – из гнилого желудка и из гнилой мышечной ткани. Вот рецепт одного суперделикатесного раздественского блюда из кухни самых северных народов, проживающих в Субарке, от Гренландии и до Чукот. Возьмите один обезглавленный труп тюленя и засуньте ему в живот мертвых ощипанных чая. Спрячьте блюда на 7 месяцев вечную мерзлоту. За это время ферменты разлагающихся чая как следует поработают с кишками тюленя. Потом кивак выкапывают и едят, ожидая милости от Санты. На вкус семикрос птицы и ластоногого напоминают очень старый и довольно острый сыр, что не так уж и безобидно. Балют – это вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом. Употребляется в пищу в странах Юго-Восточной Азии, а в особенности обожает балют на Филиппинах. Это блюдо для данного народа является исключительно мужским, так как считается, что он воздействует на потенцию. В особенности подчеркивается свойство околоплодного сока, который сохраняется в качественном балюте. Производство балюта на Филиппинах поставлено на индустриальную основу и рассматривается возможность поставок в Европу. Яйца едят в сыром виде, под соевым соусом, в жареном виде. Вкус же балюта напоминает отварную говяжью печень. Этот вкус имеет все части яйца и плода. Употребляют его, предварительно выпив околоплодную жидкость, а сам балют посыпают смесью черного перца и соли. А в Намибии неприличное место этого гривастого кабана считается фирменным экзотическим деликатесом. Рецепт такой. Ловится бородавочник, потрошится, прямая кишка и задний проход очищаются от экскрементов, но не промываются водой и поджариваются на угле. Важно не пережарить, а то вся нежность блюда потеряется. Редактор субтитров А.Семкин